— Коль, на днях вышла первая серия сериала под безумно длинным названием даже по-русски. — Еле поместилось. — Которая еле влезла, да? Моя дочь упорхнула из гнезда и вернулась авантюристом в суперранга. — Вот видишь, я наверху сейчас поставил название, и оно прямо еле-еле помещается. А почему авантюристом? Авантюристкой? Давайте больше этих самых феминитивов. — Нет, феминитив в орфографию не вписан. — А то есть она ещё пол сменила, легендер по дороге? — Авантюристом, видишь? — Претензия к кранчеролу — это же их перевод, да? — Да. — Так, это новый сериал. — Ну, скажем так, в стойке, как это называется, в корпусе русского языка феминитивы используются не очень часто, поэтому будем работать с тем, что есть. — Ну, художница. — Не здрасте, а здрасте-ка. — Давай, давай, рассказывай. Это одна серия вышла уже? Или две? — Да, пока одна серия. Ну, на этой неделе только вот... — Они обычно с октября, но некоторые начинают в сентябре. — То есть это Иси Кай, опять же? — Нет, нет, не Иси Кай, нет, нет, нет. — То есть это просто фэнтези. — Никому не разбегаться, это нормальная фэнтези, да. Короче, там очень коротко. Бывший воин-авантюрист, его зовут Белл, он же Белл Гриф по прозвищу Алый Демон, ну, потому что он рыжий, наверное, красными волосами. Да, он на пенсии после тяжелого ранения, ему снятся кошмары, как он ногу теряет, там действительно ходит на костыле. Он, в общем, живет в деревне, помогает местным жителям, как бы ходит по грибы в лес и так далее, и вдруг однажды слышит в лесу плач ребенка. Там кто-то оставил люльку, причем ребенок вот не выброшен, что называется, а оставлен, потому что он, когда ее забирает, он видит, что под ней в люльке спрятаны ветки, в особый способ таким сложный, чтобы отгонять злых духов. То есть кто-то все-таки как-то о ней позаботился, но почему-то вот подбросили ему. И, короче, у мечника растет дочка, ее зовут Анжелина, он ее учит тому, что знает сам, то есть владеть мечом. И так далее. И такая вырастает, кстати, не пацанка, а вполне себе симпатичная девушка, очень любит своего папу. И в 12 лет вот она решила... А пацанки, правда, не симпатичны? Ну, в смысле? В смысле, что он не мальчишкой растет, а все-таки девушкой вырастает. Хотя вначале и не скажешь, но тем не менее проходит постепенно 12 лет, и она отправляется в город стать тоже авантюристом. Авантюристом, как-то в нашем переводе звучит. Ну, приключенцем, да, как обычно нас говорили всегда. И, в общем, она туда поступает в авантюристы. И интересно, вот у нее там подруги боевые уже появляются. Вот такая она шикарная девушка вырастает. Проходит еще 5 лет, то есть ей уже получается 17. И она, наконец, разобравшись с делами, подбив там срочно кучу... Победив кучу демонов и так далее, срочно решает себе сделать отпуск и вернуться все-таки к папе навестить. Потому что путь не близко, там чуть неделю надо ехать к нему. И она просто выбила себе отпуск, называется. Потому что, во-первых, она действительно прокачалась до суперранга, и в результате она всех на расхват. И совершенно невозможно. И в результате ей она шлет письмо отцу, что вот, сейчас это, скоро приеду. Она такая вся в предвкушении. И тут ей наваливает очередное дело. Там люди в опасности. Там тоже вот приходит, извините, тут у нас это, опять такое дело. Муравьиная королева разбушевалась. Там это, люди все в опасности. Надо помогать. Да, только она может помочь. И вот она вот в результате уже задерживается, яростно всех побеждает, конечно, тут же. Там приходит, все, извини, я задержусь. Тут это вот, надо всех монстров победить. Она, конечно, всех побеждает. И тут ей приходит... Да, вы не заработали какую-то невероятную кучу денег, которые тратить некуда уже просто. И в результате она все-таки собирается, едет домой, едет, едет. А потом бандиты нападают, вот красный демон папы ее так представляет, красный огур там, по-моему, в оригинале. А там на принцесску какой-то соседнего королевства напали бандиты. И летать она их добивает. Да, но ее же нельзя одну так дальше отправлять летать, и она ее отправляется сопровождать ее королевство. Там летать налаживает связи с соседним королевством. Все хорошо бы, но вот только отпуск за это время успевает закончиться. И она опять к отцу не попадает, отец читает очередное покаянное письмо. И, ну, там, сам в лесу разбирается со всякими монстрами и так далее. И она все-таки надеется, что как-нибудь уж она точно доберется до отца. И вот на этом пока первая серия заканчивается, потому что... Я не знаю, если честно говоря, что это будет дальше. То есть, потому что это... Вот есть такой вечный сюжет, да, вот это 4 или сколько там, 10-7 великих сюжетов, которые существуют в литературе. Один из них — это про возвращение домой. И вот, по-моему, я подозреваю, что это будет как раз история про возвращение домой. А может быть и нет, это может быть завязка только. Потому что дальше они, кстати, на всех кардерах вместе с отцом и в набложках книг. Так что посмотрим. На всех кардерах. Письмо у них выглядит. Кардер. Дар. Сделано симпатично, красиво, не очень дорого. Ну, так, не фриран, конечно. Но, в принципе, очень неплохо. Вот так выглядит довольно свежая книжка, которая... Ну, там, манго. Вернее, как это книги изначально. Автор зовут Модзикакия. То есть... Не знаю, как перевести. Но это явно псевдоним. Такие. Они выходили с 1917 года. По 2020-й до прошлого века. Короче, вот три года выходили. 11 томов вышло. Манго еще выходит по мотивам книги. То есть она вполне себе существует. И вот сейчас вот пошел аниме-сериал. Интересно тут личность режиссера. Это Атакеси Мори. Ему сейчас 60 лет. Ветеран анимации. Делал феймы Ирии, Руин Эксплорерс. Когда-то Стратос Фор. Ван Дрид. Довольно известный в начале 2000-х. Ну, Ван Дрид. Мелти Ленсер. Зе анимейшн по игрушке, я так понимаю. И внезапно Гансмит Кэтс его. И, тадам, Атаку Нового Видео. Тоже его. Так что вот такой интересный режиссер. Его в свое время так потряс Ганбастер, что он пошел на студию Гайнакс работать. Так что вот такие вот истории. В общем, пока ничего не понятно с этим сериалом. Но очень интересно. Вряд ли это будет история про вечное возвращение. Посмотрим. Книжки закончены. Так что есть надежда, что они все-таки полный сюжет изложат. Но выглядит бодрячком. С персонажей симпатичный. Сюжет понятный. Посмотрим, что будет дальше. Это такой нормальный чистый фэнтези. Без всяких иссекай. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Продолжение следует...